МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости дня в студии Данил Добрин. Здравствуйте. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожизненный срок и 18 лет лишения свободы. Областной суд вынес обвинительный приговор двум членам банды киллеров. Губернатору Оренбургской области представили нового руководителя налоговой службы региона. Денис Смехов приступил к обязанностям 17 января. Минимальное значение за три года. Упал спрос россиян на займы для погашения кредитов. Четыре дня без холодной и горячей воды. Жители нескольких домов в Орске в середине января остались без элементарных условий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожизненный срок и 18 лет лишения свободы. Областной суд вынес обвинительный приговор двум членам банды киллеров. Среди жертв убийц как лица без определенного места жительства, так и бизнесмены и даже семилетний ребенок. В материалах дела разбирались Александр Криволапов и Игорь Бероев. Январь 2018 года. Не только оренбургцев, но и всю страну потрясла жестокая расправа над бизнесменом Черновым и его малолетним ребенком. Май 2019 года. Банда с особым цинизмом убивает бизнесмена Бахарева, его жену и водителя. Всего на совесть убийц расправа над восемью оренбургцами. Двое из банды киллеров, согласившиеся на сотрудничество со следствием, уже получили длительные тюремные сроки и отправились в колонию. На 18 января 2023 года вслед за ними отправились и самые активные члены ОПГ Александр Оршлетт и Виктор Бертхольц. Последний получил самое строгое наказание, однако кровь на руках всех членов банды. По фактам убийств двух неустановленных мужчин Чернова, Чернова, Бахарева, Бахаревой, Греднева, Седых в виде пожизненного лишения свободы. Роль Бертхольца в совершении данных преступлений была наиболее активна. Он привлекал других участников, новых участников ОПГ, готовил планы, распределял обязанности и лично принимал участие в совершении всех убийств восьми потерпевших. Роль подсудимого Оршлета, тоже активно участников преступной группы, была несколько меньше. Он непосредственно принимал участие в убийстве одного потерпевшего, это лица без определенного неустановленного мужчины. Вот эти два первых убийства, убийства двух неустановленных мужчин, были совершены членами организованной преступной группы из хулиганских побуждений для тренировки. Виктор Бертхольца отбывать свой пожизненный срок будет в колонии особого режима. Ему же по приговору суда придется возместить моральный вред родственникам убитых им людей на общую сумму более 12 миллионов рублей. Александр Оршлет за участие в банде, организации убийств и убийства одного мужчины без определенного места жительства 18 лет проведет в колонии строгого режима. Головорезы слушали свой приговор невозмутимо. Вам содержание вводной результивной части приговора и порядок обжалования понятно? Верховец, вам понятно? Осужденные и сторона государственного обвинения в течение 15 суток с момента получения копии приговора на руки могут обжаловать его в 4-м апелляционном суде. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. К другим темам. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Виктор Бациев представил губернатору Денису Паслеру нового руководителя УФНС по Оренбургской области. Им стал Денис Смехов, приступивший к исполнению своих обязанностей 17 января. Он сменил на посту Кирилла Князева. Приветствую. Рад приветствовать на Оренбургской земле. Денис Паслер отмечает, благодаря слаженной работе сотрудников налоговой службы и ответственному подходу предпринимателей по итогам 2022 года консолидированный бюджет Оренбуржья по налоговым и неналоговым доходам составил больше 114 миллиардов рублей. Больше, чем в предыдущем. Я надеюсь, что традиции хорошие будут сохранены, новые привиты, да, ну а работа ваша направлена вместе с коллективом, который здесь, безусловно, в Оренбургской области сложился и хорошим. По словам заместителя руководителя ФНС России Виктора Бациева, система работы налоговых органов в Оренбуржье выстроена. Я вижу, что это профессионалы, вижу хорошее качество работы, но опять-таки вот это люди, которые при общении вызывают эмпатию. Губернатор выразил уверенность в том, что новый руководитель налоговой службы Оренбургской области продолжит строить прямой диалог с бизнесом. Отметим, Денис Смехов имеет высшее юридическое и экономическое образование. В органах ФНС работает с 2003 года. С 2018 года возглавлял УФНС по Кировской области. Снизить давление на бизнес и создать комфортные условия для работы. Денис Паслер провел совещание с руководителями контрольно-надзорных органов Оренбургской области, где обсудили показатели индекса административного давления на бизнес по итогам 2022 года. Сокращение административных процедур, уменьшение числа проверок, минимизация количества отчетностей для предпринимателей. Эти меры позволили Оренбуржью подняться с 52 до 19 места в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Мы все провели большую и важную работу по созданию в регионе комфортных для бизнеса условий. Повышая долю профилактических мероприятий и усиливая информационную работу с предпринимателями, вы предупреждаете нарушения с их стороны и повышаете уровень ответственности бизнеса. Необходимость проведения проверок таким образом снижается, а уровень комфорта для ведения бизнеса наоборот растет. За прошедший год проверки бизнеса стали реже на 50%. Чтобы снизить административное давление на предпринимателей в 2023 году, согласовано чуть более тысячи плановых проверок бизнеса из предложенных 2000. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев выступил с предложением корректировки отчетности контролирующих органов. Это позволит предоставлять более точные данные и видеть полную картину по предпринимательскому сообществу. Денис Паслер инициативу поддержал. Беспрецедентные суммы на развитие городской среды Оренбуржья, компенсации за перерасход отопления в аномальные холода. О чем еще шла речь на заседании областного правительства, смотрите прямо сейчас. Денис Паслер начал заседание с коммунальной аварии в Медногорске, которая произошла в первый рабочий день нового 2023 года. Губернатор вызвал по видеосвязи главу города потребовал произвести перерасчет жителям за недополученное отопление. Аномальные холода увеличили сумму в квитанциях Оренбуржцев. Губернатор поинтересовался у министра социального развития региона Ирины Сладковой, хватит ли заложенных в бюджете денег на субсидии. Денис Анатольевна, а у вас сколько сумм это заложено у нас в бюджете на превышение по платежам по ЖКО? Субсидии 613,5 миллиона. Тариф повысился. И с учетом того, что объективно аномальные холода, конечно же, этот вопрос будет актуален. На компенсацию можно рассчитывать, если плата за коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Губернатор рекомендовал ответственным службам активнее разъяснять людям их права. Затем выступил министр строительства Оренбуржи Александр Полухин. Сумма на создание комфортной городской среды в 2023 году выросла в разы. Проектно-сметная документация уже разрабатывается. А кое-где уже прошли торги. В 2023 году общий объем по программе формирования комфортной городской среды составит 1 миллиард 815 миллионов рублей. Это просто беспрецедентная сумма. По словам профильного министра, в 2023 году запланирован капитальный ремонт более 600 многоквартирных домов. А те здания, которые были досрочно расселены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, их осталось чуть более сотни, будут разобраны до весны. Этот вопрос поднимался и на первом в этом году заседании правительства области и вызвало тогда негодование главы региона. Не проникся Денис Паслер в ностальгии полуразрушенным строениям и сегодня. Хватит держать халабуды в наших городах. Коснулись на заседании правительства области и мер социальной поддержки военнослужащих. Все для удобства получать или выплат, говорит министр социального развития области. Единовременная выплата для добровольцев и ежемесячные денежные выплаты на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и ежемесячные денежные выплаты на питаниях обучающихся с 5-11 классов будет делать возможно подавать заявление через единый портал госуслов. Подняли вопросы о работе пассажирского транспорта в областном центре. Несмотря на то, что в обновление автобусного парка вложены колоссальные средства, жалоб о торимбуржцах меньше не становится. Задавая вопрос мэра областного центра, губернатор выразил недоумение. Займитесь этим вопросом, Сергей Александрович. На рынке как присутствовали в рамках 8%, так и присутствовали. А остальное – это частный бизнес. Бизнес же должен соблюдать какие-то правила. Там же жалобы-то, они же известные. То ли график не соблюдается, то ли вообще не выход на линию. За это-то, наверное, надо как-то наказывать в конце концов. Люди-то почему должны страдать? Исправится ли ситуация с пассажирским транспортом в областном центре, губернатор Денис Пастер обещал проверить в ближайшее время. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. 18 января – крещенский сочельник. Он длится до появления на небе первой утренней звезды. Православные готовятся к великому празднику. Верующие посещают богослужения в храмах, на которых происходит чин великого освящения воды. Крещенскую воду приносят домой. Ее принято пить с молитвой натощак. Такой водой умывают детей, окропляют ей жилье. Народи верят, что это оберегает от злых духов и болезней. В канун крещения Господня хозяйки готовят сочево, которое едят за праздничным ужином. Традиционное блюдо, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Другую пищу до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не полагается. В сочельник нельзя ссориться, злословить, стирать, выносить что-либо из дома, давать в долг деньги. Наши предки присматривались к погодным явлениям. Примечали, если на небе много ярких звезд, к морозу. Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым с большим количеством гроз. В регионах, где снегу под крещение надует, хлеба прибудет. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Минимальное значение за три года. Упал спрос россиян на займы для погашения кредитов. Четыре дня без холодной и горячей воды. Жители нескольких домов в Орске в середине января остались без элементарных условий. Это новости дня, мы продолжаем. Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года. По подсчетам аналитиков, доля таких запросов от общего количества составила лишь 6%. Согласно данным исследования, в 2022 году среди россиян займы на погашение кредитов перестали быть популярными. На них приходится лишь 6% запросов, в то время как еще в прошлом году показатель составлял 10,5%. В 2020 году около 9%. Специалисты отмечают, минимальный спрос на такой вид займов был зафиксирован в марте-октябре. Около 4% от всего количества займов. По словам аналитиков, подобная динамика обусловлена общим падением объемов кредитования в прошлом году и темпами их восстановления. К уровню 2021 года они не вернулись. Росла ключевая ставка и, как следствие, дорожали кредиты. Банки ужесточали скоринг, то есть систему оценки платежеспособности заемщика и доступность суда для населения снижалась. Еще один фактор уменьшения спроса на займы для выплаты долга банкам – кредитные каникулы. Вместо того, чтобы увеличивать долговую нагрузку, россияне активно пользовались этим механизмом. И к новостям с Востока области. Четыре дня без холодной и горячей воды. Жители нескольких домов в Орске в середине января остались без элементарных условий. Подробнее в нашем следующем материале. У нас четвертый день, нет воды. В субботы звонили, куда только не звонили. Жители дома номер 9 по Гайскому шоссе города Орска в растерянности. Как решить свою проблему, они не знают. В водоканал обращались. Нам сначала сказали, что что-то с насосом, что они его меняют. В воскресенье воды не было опять. Также, если идет, но чуть-чуть, тоненькой струйкой. В воскресенье названивали, сказали, что насос поменяли. Где-то порыв, ждите, вода будет. Однако прошел день, второй, но ни горячей, ни холодной воды нет и в помине. А в одном из домов есть и другая, не менее важная проблема, связанная с водоснабжением. Помимо того, что выключают воду, у нас еще промерзает холодная вода. И мы потом по три дня ждем, когда она ее включит. Жители говорят, без воды остаются часто. Наши ворские коллеги обратились в пресс-службу водоканала, где получили ответ. О новых жалобах Орчан организация не в курсе. По Гайскому шоссе проводили неотложные работы по ремонту оборудования. Сами работы велись без отключения. Временно могло наблюдаться понижение давления в отдельных домах в часы разбора воды. На текущий момент работы выполнены, давление стабилизировано. Если утром единичные вопросы по поводу давления в отдельных домах поступали, сейчас мы отмечаем положительную динамику. Новых заявок не поступает. Жители же говорят, оставить жалобу не имеют возможности, так как до служб не могут дозвониться. Потому на то, что проблемы будут устранены, остается только надеяться. Екатерина Якобсен, Егор Катаев, Новости дня. Страховщики почти прекратили выплаты по ОСАГО. Доля компенсации в виде ремонта по полюсам обязательного автострахования упала почти до 0% в концу 2022 года. Об этом сообщает портал «Известия». Получать страховку по ОСАГО можно в двух видах. Натуральным – это ремонт поврежденного автомобиля и денежным. По данным Российского союза автостраховщиков, в первые месяцы прошлого года показатель натурального возмещения по рынку составлял 9-11%, однако сейчас он стремится к нулю. Это происходит из-за дефицита запчастей. Сервисы не могут уложиться в установленные сроки из-за недостатка деталей. Бывшие в употреблении запчасти использовать нельзя, так как это может сказаться на безопасности владельцев машины. Улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта, отметили в Союзе. Сейчас натуральное возмещение по ОСАГО возможно только если клиенты готовы на увеличение сроков и использование аналоговых деталей, а это редкость. В результате повысилась доля денежных компенсаций, а это, как предупреждают в Союзе автостраховщиков, может привести к росту мошенничеств. За последний год с российским авторынком произошло множество изменений. Так, специалисты говорят, что он почти на 80% стал китайским. За это время из России ушли 46 брендов. Для покупателей остались лишь три российские марки, остальные 11 поставляют из Китая. Съемочная группа ОРТ изучила спрос и предложение оренбургских автосалонов. Даниил Журавлев работает в салоне китайского автопрома около 9 месяцев. За это время он видел, с какой скоростью сокращается ассортимент машин. За неимением возможности выбрать новую технику европейского производителя, к которой большинство оренбургцев привыкли, приходилось искать альтернативу. И так постепенно потребитель сам стал выводить китайские машины в топ, повышая на них спрос. Люди стали больше обращать внимание китайскому автопрому. Привлекают внимание, смотрят наши машины. Они стали сейчас на порядок современнее, максимально технологически оснащенные. Также обладает наш автомобиль хорошей гарантией. Поэтому, несомненно, приток клиентов у нас есть. За последние полгода мы статистику наблюдаем, где-то рост составил в порядке 200% обращений по китайским автомобилям. Люди распробовали, скажем так, продукт, видят в нем качественные товары. Один из основных вопросов, который волнует людей при выборе транспорта – цена. Дилеры китайских авто дают ответы на этот вопрос. Цены последний раз установились в феврале прошлого года. С тех пор изменений не было. Стоимость машины – от 2 миллионов рублей. Многие отдают свое предпочтение автомобилям под заказ, потому что уверены – так цена будет ниже. Но китайские производители берегут время покупателей. Соответственно, автомобили и под заказ, и в наличии будут по одинаковой стоимости. Поставки китайских автомобилей регулярны. Появляются все новые и новые модели. Но для тех, кого интересует что-то кроме российских и китайских автомобилей, всегда есть альтернатива. На вторичном рынке представлено большое разнообразие машин, в том числе из европейских стран. И зачастую потребитель отдает предпочтение именно автомобилю с пробегом. Среди вторичных автомобилей выбор огромен. Ушедшие из России бренды пока хоть и с пробегом, но остаются доступными для людей. Помогает в этом параллельный импорт. Новые машины привозят из других стран, но вот продают их не в дилерских автосалонах. Такая техника попадает к продавцам на вторичном рынке. Многие бренды по импортозамещению, параллельному импорту и новые машины начали продаваться на вторичке. И в связи с этим есть хоть как-то рост. По статистике показывается их нельзя отнести как бы к новым, потому что все дилеры официально у нас ушли с Российской Федерации. Остались только китайцы в целом автоваз. В ГИБДД рассказывают, какая категория машин все же более популярна. При постановке автомобилей на учет сотрудники ведут свою статистику. В вторичке приезжают новых машин, вообще процентов 10 от общего количества. Из вторичек, ну где-то 50 на 50, наверное, на марке отечественной. Из новых в основном наши отечественные. Россия, Китай или Европа? Новая или с пробегом? Какую машину приобрести? Вопрос личного выбора. Но пока на авторынке региона присутствуют разные категории машин. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте ОРТ-ТВ.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы с автором наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране 8-987-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok